Правительство Казахстана считает некорректными высказывания кыргызской стороны. Позиция нашего государства по этому вопросу хорошо известна. С каких пор позиция Кыргызстана стала рассматриваться как некорректной? Представитель Кыргызстана, премьер-министр, защищает экономические интересы своей страны, и это нормально. Она полностью соответствует идеологии формирования общего экономического пространства стран Евразийского экономического союза. И нацелена на минимизацию экономических рисков и экономического ущерба стран-участницам союза. Мы призываем правительство Кыргызстана подтвердить свои обязательства и обеспечить выполнение и имплементацию Кыргызской республики своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Вообще имплементация имеется в виду внутреннее законодательство привести в соответствии с Евразией. Кто не знает, Кыргызстан вступил в 2015 году, по-моему, в Евразийский союз, и свое законодательство по экономическим вопросам должен подкорректировать под этот союз. Мы открыто говорим на эту тему и хотим быть услышанными нашими кыргызскими коллегами. Правительство Казахстана рассчитывает на конструктивную позицию кыргызской стороны по пяти принципиальным направлениям. Первое. Приведение норм национального законодательства Кыргызстана в соответствии с правом Евразии по налоговому администрированию. Второе. Противодействие нелегальному экспорту, в том числе контрафактной продукции. Третье. Обеспечение кыргызской стороной постоянного эффективного ветеринарно-санитарного и фитосанитарного карантинного контроля товаров на предмет соблюдения требований Евразии. Четвертое. Принятие кыргызстана мер по предупреждению и пресечению нарушения транспортного законодательства стран-членов экономического союза. Пятое. Недопущение контрабанды и незаконного перемещения через казахстанско-кыргызскую границу наркотиков, оружия, боеприпасов и тому подобных. Таким образом мы защищаем не только свои национальные интересы, мы защищаем экономические интересы и экономическая безопасность стран евразийского экономического сообщества. Это, вы знаете, это как бы политический рычаг, очень хороший политический рычаг, когда вот этот транзит и маленькая республика, когда зависит от этого транзита, а другая сторона, другое государство использует это в политических целях. Это, конечно, никуда дело не годится. Но с другой стороны это реально. Такова политика, к сожалению, сейчас. На казахско-кыргызской границе сохраняется порядок мониторинга и контроля полностью и строго соответствующий нормам и требованиям законодательства ЕАЭС. Принимаемые меры не носят дискриминационный характер в отношении Кыргызской республики. Мы готовы к конструктивному диалогу по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного, ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования. Мы готовы и впредь оказывать содействие кыргызским коллегам в адаптации нормам. И вот тут вопрос. Мы готовы? В каком случае готовы? На вот этот вопрос Кыргызстан должен вам ответить. Как он должен быть готов для того, чтобы его товар, транзитный в том числе, проходил беспрепятственно по территории Казахстана? Какую готовность Казахстана ждет от Кыргызстана? И право ЕАЭС. Наша цель неизменно создание условий для стабильного и эффективного развития экономик государств участников ЕАЭС и дальнейшее укрепление и развитие казахстанско-кыргызских отношений в традиционно добрососедском и взаимовыгодном русле. И несколько цифр дополнения. По поводу вот этих добрососедских отношений, это конечно что-то не похоже. В октябрь месяц было установлено 246 фактов отсутствия товарно-транспортных документов или недосоверного их оформления. В результате были предотвращены потери нашего общего бюджета по налогам. В области ветеринарии и карантина выявлено 133 нарушения законодательства ЕАЭС, 41 факт ввоза 6 опасных карантинных объектов, 66 фактов нарушений фитосанитарных требований. В части технического регулирования наблюдается резкий спад количества выданных сертификатов, соответственно, продукцию, изготовленную в Кыргызской республике и экспортированную на территорию Казахстана. Начиная с 2014 года, общее количество составило 1537, которые не соответствуют, а за 10 месяцев всего 126. Только за период с 10 октября выявлено 409 нарушений в транспортном контроле, из них 187 нарушений по нормам скоропортящихся грузов, 87 по весогабаритным параметрам. За 10 месяцев также количество выявленных нарушений составило 1247. Поэтому мы в рамках наших обязательств работаем, ничего другого, как в прошлый раз я говорил, не преследуем. Мы призываем наших кыргызских коллег к сотрудничеству в рамках нашей договоренности, которая имелась ранее. Наверное, надо догадываться уже о том, что все-таки Казахстан ждет от Кыргызстана лояльность политическую. Тогда все проблемы исчезнут, проблемы, которые сейчас на границе. Я думаю, ноги оттуда растут. И также эти ноги растут от того, какой у нас в Казахстане режим. Он не демократический, он авторитарный. И здесь кто кого... В принципе, Кыргызстан никого не собирается, я так вижу, особо-то и наклонять. Живет себе спокойно страна, хочет со всеми торговать, развивать экономические отношения. Но при этом маленькая гордая сторона не дает, чтобы кто-то пытался надеть уздечку и руководить ею извне. И вот эта стропчилость дорого обходится Кыргызстану. Ее маленькому гордому народу, который прошел через две революции, который так или иначе пытается контролировать свою власть. Я думаю, что все это временно. Вот эти правители, которые нами... Не буду говорить дальше. Они приходят и уходят, а народ остается всегда. Мы всегда будем. А то, что вот эти сейчас шероховатости, проблемы, это все уйдет в историю. Ну, оценка обязательно будет. Нам будет стыдно за нее. Мне лично за нее уже стыдно. Я как гражданин Казахстана, мне уже стыдно. Потому что, когда я вижу, когда на границе страдают простые люди, и то, что это не прекращается, эскалация набирает обороты, вот эти молнии, которые летят, равнонаправленные друг на друга, ни к чему хорошему они не приведут. Но я думаю, что Кыргызстан все-таки сможет выстоять. И вот эта ситуация, наоборот, это вот как сталь, она закаляется. В общем, у кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно почитать. И ставьте лайк и подписывайтесь на канал.